Очередные учения оперативного штаба собрали представители всех силовых структур. По легенде учений, целью террористов стал Брянский цирк. Заложниками стали зрители, персоналы и артисты. Требования террористов прекратить режим осадов в Сирии, выкуп за заложников, а также предоставление эфирного времени на центральных телеканалах для выступлений политического характера. В район террористической угрозы приступили к работе оперативный штаб Брянской области и группировка сил и средств, задействованных в контртеррористической операции. А новая информация будет доведена дополнительно. Эти учения стали командно-штабными. Начальнику штаба в оперативном режиме докладывают о сложившейся ситуации. По ходу учений штаб ставит новую задачу силам антитеррора. К примеру, согласно новой вводной, некоторые заложники укрылись от бандитов в подсобных помещениях и звонят в полицию с просьбой их эвакуировать. Новая задача требует новых решений. И всё это происходит в сжатые по времени сроки. Ещё одна задача штаба – ликвидировать грузовик способниками террористов, которые движутся по городу на огромной скорости. После учёта всех мнений командование принимает решение о штурме. Итог учений – нейтрализация преступников и тушение возникшего пожара. В результате все поставленные оперативным штабом задачи были выполнены. В ходе результата учений будут внимательно проанализированы. Выявленные недостатки послужат основой для управленческих решений. По совершенствованию подготовки областных сил антитеррора. Более детальный анализ учений показал, что брянские силовики готовы противостоять угрозам террора в самых разных, даже сложных ситуациях. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Игорь Мерчук при содействии пресс-службы оперативного штаба Брянской области. События Брянск.